Виктор, коренной житель поселка Изварина в Луганской области, показывает нам руины своего дома. Дома, где он родился и прожил всю жизнь. Дом и кухня. Гараж там был, сарай. Хороший ремонт сделали. Отопление, котел, новый электрический дом. Ну, будем жить. К зиме подготовились. Эта история теперь общая для тысяч семей Юго-Востока Украины, которые в одночасье лишились в буквальном смысле всего. В этом доме, говорят местные, жила молодая семья с маленьким ребенком. Теперь дома нет. Его жильцы вместе с соседями успели выехать в Россию. Следующий дом. И здесь жили дети. Обугленный маленький велосипед и расплавленные машинки – все, что осталось от их детства. Больше всего меня поражает то, что весь мир как бы не замечает этого, что уже давно трагедия, уже война идет полномасштабная. А весь мир молчит почему-то. Местные охотно говорят и о том, чем бомбят их села и города. Рассказывают, как ведрами собирают в огородах осколки и поражающие элементы. Например, такие, так называемые «игольчатые». Начинка снарядов. Шарпнели, как они там называются, как «иглы» разлетаются. Там их очень большое количество. А еще отмечают, что стеклянные банки с заготовками в погребах расплавились, как воск. То же произошло и с металлом. Алюминиевая посуда превратилась вот в такие слитки. Очень большая температура. Вот ничего не осталось, кроме кирпича и облицовочный кирпич. Нина Федоровна из Луганска вспоминает пережитое только так, захлебываясь в рыданиях. А теперь, как нас бомбили этими вакуумными бомбами, это страшно. Там все горело, все трещало. Это вообще. И каждую ночь мы не спим ночами. Пенсионерка вывозит из-под обстрела свою парализованную мать. Говорит, дети и внуки давно в России, а она терпела до последнего. Как это все тяжело, как это все трудно. Но нашему правительству, наверное, все равно. Им лишь бы меньше людей осталось на Украине. Для этих людей бежать в Россию зачастую единственный способ защитить своих детей. Но для этого еще нужно выстоять огромную очередь. Бок о бок с такими же беженцами, которым больше просто некуда идти. Очередь из машин на пропускной пункт растянулась на километры. Люди здесь ждут как минимум сутки. И это еще мало, как говорят они. Ведь бывало и двое-трое суток. И все это для того, чтобы наконец попасть на территорию России и спастись от бомбежек. На улице при этом жара за 30. Но так долго приходится ждать не всем. На КПП из Варина, который контролируется ополченцами и работает, кстати, круглосуточно, четкая организация перехода через границу. Одна очередь обычные беженцы, взрослые. То есть вторая очередь – дети до 10 лет. Это уже льготно считается очередь. И третья очередь – это младенцы, больные, с приступами, которые не могут ждать совсем. Очередь длина до 7 километров. Они оставляют свои дома, взяв только самое необходимое на первое время. Теплой одежды почти ни у кого нет. Только вот одежда на теплое время. Бомбили рядом, было слышно большие взрывы и огневое зарево. А мы ночи не спали. За детей страшно. По ту сторону границы в России у многих из них нет никого. И что с ними там будет, они не знают. Но главное – это чтобы дети больше не просыпались ночью от звуков разрывающихся снарядов. Анна Книшенко, РТ. Изварина, российско-украинская граница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова